Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. В эфире информационный блог от Славянской Церкви от 20.07 дня здесь в городе Сакраманта. И я, Роман Цыганюк, пастор церкви, очень рад приветствовать вас. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины, а также о событиях, которые ждут нас уже в эту субботу. Начну с последнего. В эту субботу, по Божьей милости, буду проповедовать я. У нас будет особенное служение, так как мы будем совершать обряд Вечерей Господней. И я прошу, чтобы вы молились и за мою проповедь, и за ход самого служения. Пускай это будет благословением для каждого из нас и настоящей славой для нашего Небесного Отца. Хочу также сказать, что в эту субботу вечером у нас будет служение памяти Павла Полыги. Так что я буду очень благодарен вам, если вы сможете прийти и поддержать родных и близких. В следующую субботу после утреннего служения у нас будет общий обед. А потом встреча со всеми участниками служения за кафедрой. То есть мы делаем обед для этой группы людей, для этих служителей, и потом с ними хотим провести небольшой семинар. Кого именно я имею в виду? Хочу еще раз напомнить. Это те, кто рассказывает детскую историю, те, кто открывает у нас служение, те, кто проводит служение сбора пожертвований, миссионерские вести, те, кто у нас проповедует, поет, играет. То есть мы всех, кто выходит на сцену, приглашаем на эту встречу. Это очень важно, поэтому явка обязательно. Я буду очень благодарен вам за то, что вы посвятите это время для этой встречи. Я думаю, что она займет не так уж много времени. За час, надеюсь, мы управимся. Но это очень важно, так как у нас недавно закончились выборы. И хотелось бы, чтобы и тех новых людей, которые влились в состав служителей, и те, кто уже давно совершает такого рода служения, мы могли собраться, поделиться опытом, обсудить кое-какие вопросы, связанные с проведениями этих служений. Так что буду очень благодарен, если вы будете там. А вы должны там быть, потому что явка обязательно. Хочу также сказать, что у нас планируется крещение. Оно будет проходить 8 июля на молодежном кемпинге. Через субботу мы представим всех людей, которые являются кандидатами ко крещению. Но если вы хотели бы присоединиться к этой группе людей, я думаю, что мы будем вам очень и очень рады. Поэтому, если вы хотите заключить завет с Господом, обратитесь, пожалуйста, ко мне. И я расскажу вам, что для этого нужно. Мы будем очень и очень рады всех вас там видеть. Хочу также сказать, что, вернее, напомнить, что в это воскресенье планируется рафтинг, или спуск на надувных лодках по American River. Это совсем рядышком. Очень приятное время провождения. Мы сможем познакомиться поближе с теми, кто только недавно приехал. Ну и просто пообщаться вместе друг с другом. Я знаю, что условием есть то, что вы должны иметь свою надувную лодку, так как это чуть-чуть другого рода рафтинг, чем мы обычно организовываем. Но если у вас нет лодки, а вы все же хотели бы принять участие в этом рафтинге, обратитесь к организатору этого мероприятия, Владимиру Резыку, и он даст вам всю необходимую для этого информацию. Скажу, что семейный отдел тоже планирует рафтинг. Это уже будет рафтинг, который будет на арендованных лодках. И это мероприятие будет в сентябре, вернее, в августе месяце. Чуть позже мы дадим вам детальную информацию по этому поводу. Итак, что еще хочу сказать? Хочу напомнить о том, что заканчивается регистрация на церковные кемпинги. 30-го числа это будет последний день, когда вы сможете зарегистрироваться. Очень важно, чтобы вы это сделали, так как нам нужно знать, сколько людей будет присутствовать на наших кемпингах. И без регистрации в этом году на кемпинг вы попасть не сможете. Так что, пожалуйста, сделайте это как можно раньше. Меня спрашивают по поводу формы оплаты. Там вот в самой программке для регистрации есть два варианта, как вы можете оплатить за этот кемпинг. Но если кому-то это все очень сложно, и он хотел бы заплатить наличными, такая возможность тоже есть. Что вам нужно для этого сделать? Вам нужно написать на листочке, оплачиваю за лагерь наличными, ваше имя и фамилия, и сфотографировать этот листочек. И когда вы будете заканчивать форму регистрации, пропустите вот эти ссылочки на формы оплаты. И сразу же перейдите или нажмите кнопочку «Подтверждение оплаты». Оно вас направит на вашем телефоне в список фотографий, и выберите из того списка фотографий вот эту фотографию с листочком. Таким образом, мы будем знать, что вы оплачиваете наличными, и вы благополучно пройдете регистрацию. Друзья, такой нюанс. В этом году мы решили сделать экспериментальную смену, то есть смену для всей церкви, общелагерный кемпинг. Но так как у нас есть семейная смена, которая, ну, по сути, очень похожа на общелагерную смену, то мы видим, что людей регистрируется очень и очень мало. Поэтому, что решил Совет Церкви? Мы решили, что мы отменим эту смену. Если кто-то уже заплатил, то мы вернем вам деньги, там очень мало людей. Но что мы хотим сделать? Мы хотим сделать еще одно служение на природе. И оно будет как раз в эту дату, когда должно было быть общелагерное служение. Я думаю, что нам будет очень приятно вновь всем встретиться и провести богослужение на природе. Если вы хотели бы быть там вместе с нами, но у вас нету возможности поехать, или физически вы этого не можете сделать, или нету транспорта, пожалуйста, обратитесь к старшему диакону или диаконисе, и мы организуем вот этот доезд, чтобы все желающие могли быть вместе с нами. Единственное условие, нужно взять с собой еду на обед, нужно взять с собой кресло, чтобы было на что сесть. Ну, то есть, все, что вам понадобится для того, чтобы вы комфортно могли провести время на природе. Опять-таки, если кто-то из вас хотел бы переночевать ночь в кемпинге, у вас будет такая возможность, так как кемпинг будет забронирован до воскресенья. То есть, вы сможете с субботы на воскресенье спокойно провести время на территории кемпинга. Даже, я бы сказал так, с пятницы тоже это можно сделать, так как кемпинг зарегистрирован. Единственное, что вы должны позаботиться о еде на все время вашего пребывания на территории кемпинга. Думаю, что это будет очень приятное времяпровождение. Напомню, регистрируйтесь как можно раньше, потому что 30-го числа заканчивается регистрация на наши кемпинги. Это все из блока информации. Хочу только сказать, что на этой неделе у нас были именинники, и я хочу перечислить их имена. Это Долина Лия, Кондратюк Надя, Минакова Александр, Негрич Олег, Сытник Андрей, Лукащук Андрей, Виарел Флореа, Казаренко Ольга, Тарлева Татьяна, Безман Екатерина, Грица Александр, Талмазан Кристина. Много именинников. Мы искренне всех их поздравляем. Также хочу напомнить наши молитвенные просьбы. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, Валентину Жигайлову, за Ларису Подоляка, а также мы молимся за Ярослава Руснака. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. Пускай Бог услышит наши молитвы и поможет с решением всех этих вопросов. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 24, 5 стих. Бог, наставь меня в Твоей истине. Научи меня, потому что Ты – Бог моего спасения. И я всегда на Тебя надеюсь. Пусть Бог каждого из нас ведет своей рукой. Божьи мои благословения, дорогие друзья. И до встречи на наших богослужениях в эту субботу тут в СЭПе или же в прямом эфире. И за субботу тут в СЭПе. КОНЕЦ! КОНЕЦ! КОНЕЦ!